Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Речи Господь своим учеником, претерпевый до конца, то и спасется, и проповестся си Евангелие Царствия по всей вселеннии во свидетельство всем языком, и тогда придет кончина. Игда, оба узрите мерзость запустения, реченную Данилом Пророком, стоящую на месте святи, и же чтет да разумеет, тогда сущего иудеи добежат на горы, и же на крови да не сходит взяти, я же в дому его, и же на селе да не возвратится вспять взять и рис своих. Горе же не праздным и даящим в те дни, молитесь же, да не будет бегства в вашей зиме, ни в субботу, будет бы тогда скорбь вели, якова же несть была от начала мира до селе, ни же имать быти. И аще небыше прекратили все дни ионы, не был бы спаслась всяка плоть, избранных же ради прекратятся дни ионы, тогда аще кто речет вам, сезде Христос и Леонде, не имейте веры. Восстанут бы лжехристи и лжепророцы, и дадят знамени вели и чудеса, якоже прельстите аще возможно избранные, си прежде рех вам, ащу бы рекут вам, си в пустыне есть, не изыдите, си в сокровищах не имейте веры. Якож бы молнии сходит от восток и является до запад, така будет пришествие Сына Человеческого, и де же баще будет труп, там и соберутся орли. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, сегодня 16 августа, четверг, сегодня мы с вами читаем Евангелие от Матфея, главу 24, с 13 по 28 стих. И сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как звучат они на современном с вами русском языке. «Сказал Господь своим ученикам, претерпевший до конца спасется, и проповедано будет все Евангелие Царствия по всей Вселенной, по свидетельству всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий, да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле тогда, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. «Горе же беременным и питающим с остцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжи Христы и лжепророки и дадут великие знамени и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, «Ибо как молния сходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы». Такие евангельские строки, сегодня мы с вами слышим. Господь обращается к ученикам своим, говорит о том, что ждут их очень большие и страшные, суровые испытания, гонения, скорби, смерти. Важно было учеников вот так вот загодя заранее настроить на мужественное восприятие всего случающегося. Очень важно, потому что, как говорится, кто предупрежден об опасности, тот имеет возможность как-то вот мужественнее выстоять или даже избежать ее где-то, если позволить ситуацию. По крайней мере, дух человека, знающего об опасности, он всегда с готовностью встречает ее. Так и здесь Спаситель по любви своей к ученикам своим, ко всем будущим христианам открывает вот эти вот моменты, вот эти события, которые здесь касаются… Кстати, в сегодняшнем евангельском тексте мы вновь видим два события, которые описываются как бы параллельно, а то и переплетаясь и вместе. События связаны и с временем разрушения Иерусалима, с разрушением государства иудейского, и со временем Второго пришествия Спасителя нашего. Почему так? Ну, здесь, кстати, я объясняю таким образом, что очень много схожих признаков, и от этого так вот, видимо, Спаситель счел уместным вместе это, так сказать, передать всем нам. Ну, а здесь вот говорит в первую очередь ученикам своим, что претерпевший до конца спасется, тем самым настраивая и их, и всякого христианина на очень важное такое вот свойство, что ли, человека, как терпение. Потому что, естественно, без терпения невозможно вообще никакое дело сделать. Любое дело требует терпения, хоть мало-мальского, но терпения. Всякое великое дело требует великого терпения. Дело спасения души требует величайшего терпения. То, что касается гонений, где терпение необходимо, чтобы остаться верным Христу, что касается борьбы с грехом, со страстями, воспитания всех добродетелей, так или иначе, всегда это связано с терпением. И ведь смотрите, какова цена, спаситель сказал, претерпевший до конца спасется. Не потерпевший немножко и сдавшийся, а претерпевший до конца. Как часто мы в духовной жизни падаем, всякие прегрешения, как раз из-за недостатка терпения. Как часто мы себя оправдываем тем, что, ну, я уже вроде бы потерпел сколько-то, но дальше вроде бы не могу. Что, ну, хоть немножко же терпел, вроде бы, значит, и ко мне какое-то снисхождение, мол, имею право сейчас где-то и расслабиться, да, и где-то и согрешить. Порой так человек может рассуждать. Но нет, спаситель сказал, претерпевший до конца спасется. Проповедны будут все Евангелия Царствия по всей Вселенной, сказал Господь, во свидетельство всем народам. Да, то есть по лицу всей земли, среди всех народов должно быть проповедны Евангелия прежде конца времен. Здесь опять же видим вот эту вот заботу и, что ли, некую справедливость божественную. То есть прежде суда над всяким человеком Господь дает возможность всякому человеку узнать о правде и сделать правильный выбор. В чем, как здесь еще толкуются те отцы, в частности, если не ошибаюсь, я Франц Затворник, он говорил о том, что проповедь Евангелия должна быть именно проповедь православная. И действительно, что проповедь, если человек услышит проповедь на каких-то свидетелей Иеговы, то, что они все заново перевели для себя, под себя Новый Завет, на такое кощунство дерзнули, да или им подобный. Неужели проповедь их является спасительной? Конечно же нет. Только правильное понимание Слова Божия, ведущее к правильному прославлению, к правильной жизни, правильному прославлению Бога, оно как раз и является сутью заботы Христа о людях. То есть вот такое мнение, что Господь говорит, что должно быть правильный Евангелие Царства по всей Вселенной, что только после этого придет конец. А вот дальше слова касаются уже судя по Иерусалиму, спаситель сказал. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через порока Даниила, стоящий на святом месте, читающий, да разумеет, тогда находящиеся у иудеи добегут в горы». Но здесь вот под мерзостью запустения толкователи понимают, это то событие, когда по приказу Пилата были внесены знамена римские в храм Иерусалимский. То есть здесь вот это проявление языческой мерзости, вот этой нечистоты духовной было вроде бы привнесено в храм, посвященный истинному Богу. И вот здесь Господь говорит, как только вы об этом услышите, значит, что все. Что уже всякие разговоры с Иеримом, договоренности уже не действуют, сейчас начнется оккупация этого города, что если возможно, бегите. Причем, как здесь говорят толкователи, что много христиан спаслось тогда из Иерусалима, как раз вот зная вот эти слова Спасителя. Об этих признаках они услышали, что это происходит, вспомнив слова Господа, они и спаслись бегством. И вот Господь говорит, что да, находящиеся у иудеи, да бегут в горы, пусть прячутся в горах, потому что наступает великая скорбь. Да, он прямо даже такого, кто на кровле, то есть на крыше дома, тут не сходит взять что-нибудь из дома своего, что пусть не спускается там по внутренней лестнице, во двор свой не собирает свои пожитки, а все тут же по внешнему выходу и бежит, бежит, бежит из города, чтобы спасти, что жизнь дороже. То есть вот такая поспешность должна быть. Конечно, это можно и в духовном смысле понимать, что мы должны душу свою с такой же величайшей тщательностью всегда спасать, заботиться о ней. Да, кто на поле, то не обращается назад в город, взять одежду свою, бежит. Горе беременным, питающим сосцами в те дни. Почему им горе? Ну, как беременны, бежит спасаться бегством? Как матери, которая на руках родной ребенок, да, если будет нужда оставить его, как она оставить? Любовь к ребенку заставит остаться с ним. И сколько тогда женщин погибло, убито было в Иерусалиме во время взятия его. Молите, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ну, зимой понятно, что неудобно спасаться бегством. Там и сыро, и холодно, и грязь, и дорог нет. Или в субботу, когда из-за заповедей о дне покоя многие иудеи не могли позволить себе, опять же, бежать даже. Ибо тогда будет великая скорбь, какой-нибудь от начала мира даны и не будет. Ну, это вот касалось судеб Иерусалима еврейского народа. Если бы не сократились те дни, опять же, до воли Божией, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Здесь, опять же, по мнению своих отцов, ради тех христиан, которые оставались в Иерусалиме, Господь сократил дни осады города. И от этого не все жители умерли от голода. То есть вот и такое даже было. И в этом забота Господа о своих людях. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там не верьте, и было восстановлено же Христу, и лжепророки дадут великие знамени и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных». Вот эти слова не могут касаться, что последних времен, история человеческая, когда, ну, сейчас даже где-то можно видеть некие такие вот моменты, когда столько являет всяких лжехристов. Всяких людей, которые заявляют, что я Христос, я там величайший пророк и так далее, являясь чем-то ложным. Да, что в конце времен, это будет, видимо, особенно много этого всего, что во время взятия Иерусалима. Тоже в сроки, сказанные про комдадилам, уже все вышли, люди знали и ждали, что когда же придет Мессия. Не задумались о том, что Мессию этого убили на кресте среди разбойников. И вот много тогда было таких вот обманщиков, которые пытались вести за собой людей из-за своих какой-то корысти. Вот Господь говорит, что, то есть, даже если чудеса будут какие-то там являть, знамени, то есть не верьте даже, не прельщайтесь. Вот он наперед сказал вам. И так, если скажет вам, вот он, то есть, да, Христос в пустыне, не выходите, вот он, по тайных комнатах, не верьте. То есть не бегите за всякими какими-то такими вот тайными, каким-то знаменем, какие-то проповеди такой особенной. Не прельщайтесь этим, что все, что нам надо для спасения, все Господь нам уже открыл. В церкви есть ничего больше, для спасения дано людям не будет. А пришествия Господа будут вот такие, вот, да, Син Спаситель сказал, как молния. Когда сверкнет, и видно по всему небу, потому что она прежде всех там зданий, деревьев видно отовсюду. Так и пришествие Сына Человеческого будет для всех очевидно. Слова, что где будет труп, там соберутся орлы, могут здесь пониматься, как что иудейский народ здесь был подобен трупу. Ну, в плане духовности, да, потерявший богообщение, он стал так духовно мертвым. Ну, а под орлами здесь подразумеваются как раз те армии, те легионы Рима под своими этими знаменами с орлами, которые окружали город великого царя и в итоге разрушили все государство. Вот такие евангельские строки мы сегодня с вами прочитали, братья и сестры. Мы прочитали Евангелие от Матфея, глава 24, с 13 по 28 стих. И напоминаю всем нам необходимость чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!